У меня всегда прекрасное настроение, хотя я тоже работаю на двух работах, с утра до позднего вечера. Но я никогда людям не подам настроение плохого, никогда не вымотаю нервы, никогда не оскорблю человека. Вот всегда, всегда, даже если кто-то там идет в плохом настроении, дети там плачут, я всегда подойду. И вот, ну, дам надежду на хорошем настроении. Люди имеют проблемы, не могут заработать деньги, не могут покупать ничего, не могут заплатить ничего, или это чуть-чуть. Какой человек может быть, что он постоянно улыбается? Каким образом? Ако у него есть толпа проблема? Это зависит и от внешних, мне кажется, причин, и от внутренних. Внешними причинами может быть наше тяжелое положение экономика, политика. И каждый отягощен своими какими-то мыслями. Их очень много рождается в голове. Дальше может быть состояние здоровья еще. А вторая причина, мне кажется, это вот от внутреннего состояния человека зависит. Если он сам оптимист по натуре, и он настроен благожелательно и доверчиво, открыто по отношению к другим людям, он будет все-таки прорываться своей улыбкой, идти и как-то вот зажигать что-ли людей. И как-то, может быть, даже увидев эту улыбку, другие люди тоже начнут улыбаться. Если у меня вот нет улыбки, у меня есть два причина. Я волонтер, езжу в собачий приют. И там очень много негатива в отношении животных. И, знаете, их просто жалко, всех животных. Многие там гибнут. Все зависит от человека, конечно. Но мы не все сильные, мы ничего не можем изменить. Хотелось бы, чтобы все было хорошо, чтобы они были живые, здоровые. Но не получается. Это моя причина. Я недовольна тем, что плохо очень сработает. Вот у меня внуку 27 лет. Женатый. И не может никак устроиться на работу. В одно место проработал стажером. Вот. И все. И больше ты не нужен. Ни деньги не заплатили, ничего. В общем, вот расстраивается и мать, и мы тоже. Все ему помогаем. Он женатый. Вот. В общем, она мало получает. И, в общем, вот так вот крутится. Они на работу никак не могут устроиться. Больше всего меня, конечно, беспокоит. Это то, что наши чиновники ни за что не отвечают. Любые решения, даже Путина, который глава государства, когда после года подводят итоги, они не выполняются на 80-70%. Ну, о чем можно говорить? Медицина, вот эти вот министерства, которые тоже самое ведут себя довольно-таки плоховато. А чему ему веселиться, когда он имеет какую-то мизер несчастную и смотрит, как живут там, понимаете, миллионеры, миллиардеры, яхты, канары, пятое-десятое. А чего он должен смеяться? Смеяться или идиоты, извиняюсь, ну, можно. Или неполноценный человек. Нормальный человек будет ходить с хмурым лицом и думать, как бы, так сказать, еще и прожить в этом Москве. Были у меня случаи, когда вот я сижу, ну, в том же самом метро, хотя я чаще стала ездить на машинах, да и на машинах то же самое. Когда ты улыбнешься, кто-то тебя подхватит, кто-то улыбнется. А в другой момент ты улыбнешься, а тебе думают, ну, и что ты улыбаешься? Ну, видимо, от того, что столько уже насыщенно, что думаешь, ну, что, ты дурак, что ли? Вот ты улыбаешься, это вот какая-то у нас непонятная тенденция в том, что нельзя улыбаться. Вот обратили внимание? Я тоже обратила. Я пытаюсь подарить свою улыбку. Субтитры создавал DimaTorzok